Друзья, всем привет, с вами канал Заметки Ирдуинщика. За окном стоит прекрасный весенний день. Я подумал, а почему бы нам не посидеть и не покодить с кайфом на процессинге. Ролик записан без подготовки, без сценария. Я буду тупить, будет лайв-кодинг, будем видеть все мои ошибки, как я их исправляю. В общем, будет интересно, попробуем что-нибудь изобразить. Поехали. А изобразить мы с вами попробуем, давайте, простейшую физику и кинематику движения. Что-то подобное мы уже делали в самом первом уроке по процессингу, но давайте сделаем более интересно. Так, я сохраню проект сейчас. Поехали. Значит, для начала давайте сделаем то же самое, что мы делали в тот раз, а именно шарик, который скачет по экрану и отскакивает от стенок. Просто то же самое я не буду откомментировать. Так, вроде бы все есть. Запускаем. Да, вот наш шарик болтается по окну программы. Напомню, как это работает. У нас есть координаты POS X, POS Y, есть скорость по оси X, по оси Y. На каждом шаге отрисовки, то есть на каждом шаге функции Draw, которая выполняется циклично с частотой 30 кадров в секунду по умолчанию, мы с вами прибавляем к позиции X скорость по оси X, к позиции Y скорость по оси Y. Если позиция X выходит за левую сторону экрана, то есть мы сделали не за ноль, а за радиус, чтобы у нас отскакивал ровненько, или позиция X выходит за правую сторону экрана, вот сюда, то мы меняем скорость, берем скорость с обратным знаком, то есть получаем отскоки по двум осям. То же самое делается по Y. И рисуем в текущих координатах POS X и POS Y, рисуем шарик с радиусом, то есть с диаметром 2R, где R это радиус, он равен 25 пикселей. Здесь вроде все понятно, я думаю вопросов никаких быть не может. Но данный код можно немножечко упростить. Почему? Потому что у Processing есть такая замечательная штука, которая называется P-Vector. Так, вот она у нас есть, вот на нее документация, примеры, и давайте я на пальцах объясню, что такое P-Vector, и зачем, почему, зачем все это нужно. Давайте начнем с короткого экскурса в математику, я тут подготовил рисовалку, и на пальцах попытаюсь объяснить, что такое Vector для тех, кто не знает. Значит, Vector это направленный отрезок, который имеет свою длину, в двухмерном случае по двум осям. Пожирнее сделаем. Есть у нас, например, Vector, который направлен вот так. Итак, у этого вектора есть его размер по оси X и по оси Y. Вот так это обычно делается. То есть, вот это размер по оси X и вот эта длина по оси Y. Также у вектора, получается, есть направление. То есть, если мы примем какую-то из оси, например, вот эту за 0 по углу, то у вектора будет какое-то свое направление, то есть угол, на который он повернут. Этот угол получается за счет размера вектора. То есть если бы у нас размер, например, по оси y был отрицательный в эту сторону, то вектор был бы направлен вон туда. Это, в принципе, все. У вектора, конечно же, есть длина, то есть вот эта вот длина, вот эта. И она, как несложно догадаться, получается по теореме Пифагора сложением в квадратах y, из квадрата y в квадрате под корешочком. Чтобы не делать это вручную, как раз-таки у нас есть такой инструмент под названием p-вектор. Мы можем создать вектор, задать ему длину, и нам будет доступна такая штука, как вычисление его размера, квадратного размера. Мы можем прибавлять, вычитать, умножать и делить этот размер, чтобы не делать это вручную. Потому что если мы захотим, например, наш вектор просто увеличить, то есть увеличить его в одну из сторон, давайте дорисуем. Например, хотим мы, чтобы наш вектор был побольше, но направлен все еще туда же. Чтобы сделать это вручную, например, мы хотим прибавить скорость, то есть прибавить скорость по модулю. Нам придется разбить, спроецировать скорость на обе оси и добавить их вручную через теореме Пифагора. Получается вот сюда и вот сюда. Библиотека p-вектор позволяет сделать это все при помощи своих встроенных инструментов. Также, что не менее важно, библиотека позволяет нам складывать векторы между собой. То есть, например, есть у нас вектор номер 1 и есть вектор номер 2. Мы хотим их сложить. В обычном случае это делается вручную при помощи вот такого вот построения с поиском углов и сложением всего-всего. Но если наши два вектора объявлены как p-векторы, то есть и тот, и другой у нас обрабатываются библиотекой, мы просто берем и такие оп, делаем эдода, и просто один вектор прибавляется к другому. Значит, зачем это нужно и как это использовать в нашем случае с бегающим шариком, а в дальнейшем и с симуляцией всяких физических штук. И кинематикой. Значит, давайте мы нарисуем наш текущий пример. Вот наше окно программы. Его начало координат, напомню, находится слева вверху, вот здесь. То есть оси x и y направлены вот так, положительное направление. У нас есть какой-то наш шарик, который имеет координаты x и y и движется. Движется, значит, он имеет скорость. Как описать нашу задачу векторами? А сейчас мы с вами задачу описали, как у нас есть позиция по x, есть позиция по y. Мы к ним прибавляем скорость вручную. Делается это вот здесь. То есть вот мы вручную фактически прибавили. И отрисовали на новую позицию. При помощи векторов это можно показать вот так. У нас есть вектор позиции. Вектор позиции имеет свои размеры. Его размеры соответствуют координатам шарика в нашем окне программы. Численно получается размер вектора по оси x, это позиция шарика по оси x. И размер вектора по оси y, это размер шарика по оси y. Далее мы говорим, что у нашего шарика есть скорость. Это другой вектор, который направлен, ну, например, вот так. В данный момент времени, то есть вот мы остановили всю систему. Сказали, что у нас есть, вот как раз он сюда летит. Что у шарика есть скорость, на которой направлено вот сюда. Чтобы нам осуществить на следующем кадре отрисовки движение вот сюда, мы с вами просто брали и прибавляли это дело вручную. Но, если мы используем векторы, мы можем использовать сложение векторов. И в этом случае векторы сложатся, и новое положение шарика приведет вот сюда. То есть мы сложили два вектора и получили новую позицию, как размеры вектора позиции. Давайте сразу заходим, чтобы было понятно. Значит, нам с вами уже не нужны, вот это все не нужно. Но мы делаем p-vector, p-vector pos и vel, то есть скорость, velocity по-английски. Вставляем это вот сюда, чтобы было более экономично. И создаем новый p-vector позиции и новый p-vector скорости. Значит, как это делается? Мы пишем new p-vector. Давайте просто посмотрим, как сделано здесь. Да, мы просто можем вот так взять. Вот сюда вставить и указать координаты. Давайте пусть будет середина. Середина по ширине и середина по высоте. Все, вектор позиции мы создали. Теперь мы с вами выводим позицию, как обращаемся к позиции, как pos x и pos y. Это тоже все есть в документации. Вот, компоненты вектора обращаются через точку. То есть мы достаем его размеры по двум осям. И нам осталось задать вектор скорости. Также у p-vector есть такая штука, как задание случайного угла. Не случайного угла, а случайного вектора. Мы можем создать вектор, как случайный вектор. Таким вот образом. То есть мы получаем нашу скорость, как случайный вектор. Но не просто вектор, а вектор единичный. Значит, в чем здесь разница? Давайте мы еще раз нарисуем обычный вектор. Есть кто не знает, что такое единичный вектор. Единичный вектор – это вектор, длина которого по модулю, то есть фактически расстояние вот отсюда, вот досюда, оно равно единице. Но угол вектор может быть разный. Получается, компоненты по ху и по у, они могут быть разные, но длина вектора будет один. То есть это вектор такой длины, у которого при сложении по теореме Пифагора его размеров получается единица. И рандом 2D нам создает вектор именно единичный. И теперь мы можем этот вектор, так как он единичный, можем умножить его на какое-нибудь число, чтобы он увеличился, то есть, ну, сохранил направление заданное, но увеличился. Мы вызываем mult, например, 3. То есть теперь мы имеем вектор, направленный неизвестно куда, с длиной 3. То есть скорость нашего шарика по модулю равна 3. Теперь вот эти две строчки нам теперь не нужны, потому что мы говорим, что у нас это P-векторы, значит, мы можем сделать POS и сложить. Как нам сложить два вектора? Через added. Да, через added. И указываем VEL. То есть здесь у нас к вектору позиции и прибавился вектор скорости с сохранением всей математики, которая там есть. И осталось нам поставить проверку на отскоке. То есть я просто добавляю точки, чтобы получить... Да, все правильно. У нас остается с вами скорость. Расстается, то есть, позиция, проверка на позицию. И скорость мы тоже проверяем и берем с обратным знаком, если вектор нужно развернуть. Можно развернуть вектор при помощи rotate, то есть можно его повернуть. Но в нашем случае, чтобы не заниматься тригонометрией и не считать углы, проще просто взять компонент с обратным знаком. И это все будет работать. Значит, в чем суть и зачем мы так сделали? Мы можем менять скорость движения нашего шарика, меняя всего лишь одно число, и это будет математически все более правильно, чем бы мы делали это вручную. Вручную считали все компоненты через теорию Пифагора и так далее. Так как у нас я хочу все-таки управлять ходом программы прямо из программы, давайте мы добавим управление, добавим интерфейс, как в прошлом видео про создание интерфейса. Мы возьмем для начала слайдер и добавим управление скоростью. Прямо на лету, чтобы это делать, покажу вам, насколько удобно мы сейчас сделали нашу математическую модель. Так, импортировали, добавляем слайдерочек, сейчас добавим. Я просто копирую все из примера, потому что тут все универсальное, нам, в принципе, другого и не нужно. Скорость до 200, пусть задается. Position где-нибудь так. Размер нашего слайдера пусть будет где-нибудь 100 на 20. Так, там по умолчанию мелкий шрифт, но, в принципе, нам это не важно. Так, а, ну, в принципе, нормально. Вот он, наш слайдер. Это вполне гармонично смотрится. Мы будем менять скорость только по запросу, чтобы каждый раз ее не менять. То есть вот таким вот образом. И теперь нам нужен наш текущий вектор скорости. Текущий, прям куда он был направлен. Нам нужно его, во-первых, обратно нормализовать, а потом домножить. Вызываем normalize. А потом снова домножаем на значение, которое у нас скорость. То есть теперь при изменении скорости вот здесь почему-то ничего не происходит. Итак, мы сразу столкнулись с странным поведением программы, потому что если я задаю случайный размер вектора вот здесь, потом настраиваю наш слайдер, то почему-то вызывается обработчик слайдера и выводит сразу... То есть он обнуляет нам вектор и его выводит. Причем, если я добавлю создание вектора после создания слайдера, то все будет работать, но вылетит ошибка. И я думаю, дело в том, что в обработчике слайдера вот здесь нельзя работать с вектором по непонятной причине. Разбираться давайте мы с этим не будем гуглить. Мы просто будем, кажется, на каждом нашем цикле отрисовки просто брать и перестраивать вектор скорости заново. И сделать, как я вам в уроке показывал, cp5 get slider class под названием speed и взять с него просто значение. И все. Тогда нам не нужно все вот это. Это нам не нужно. Все. Ползем. Работает. И можем плавно менять скорость. Да, кстати, немножечко программа заедает. Заедает она, потому что у нас скорость с вами настолько большая, что мы пролетаем, например, нижнюю границу и буквально пробиваем стенку программы. Чтобы это сделать, чтобы это сделать, нужно расширять проверку вот этих вот столкновений со стенками. То есть мы разворачиваем скорость и нам придется обработать это все так, чтобы мы не улетели за программу опять. Скорее всего, надо будет добавить. Да, мы инвертировали. И еще раз добавить скорость, чтобы отскок сразу произошел. Да, теперь работает более корректно. То есть если мы отскакиваем, мы отскакиваем сразу. Выглядит оно, конечно, некрасиво. Получается, мы отскакиваем раньше, чем должны были отскочить на больших скоростях. Само собой. А, мы можем FPS поднять. Точно. Можно просто поднять FPS. Так, давай побыстрее. Во, стало получше. А теперь давайте добавим немножечко физики. Но сначала... Физики свободного падения и кинематики. Но сначала давайте мы добавим кнопочку. Кнопочка будет нам делать сброс. Добавим ее просто чуть ниже, чем у нас слайдер. То есть такой же по размеру, но пониже на 30, на 40, например. Хорошо, появилась кнопочка. Можно повыше и даже чуть повыше обратно поднять. Во, хорошо. И по Reset мы будем пересоздавать вектор заново. Вот это, кстати, уже не нужно, потому что мы все равно длину вектора задаем в другом месте. Да, можно видеть, что шарик резко меняет скорость, но он должен менять и позицию. Давайте пусть он у нас при нажатии на кнопку Reset вылетает из середины. То есть вот так. Просто обновим вектор. Во. Теперь мы вылетаем из середины и со скоростью в случайном направлении. Значит, теперь я хочу добавить немножечко гравитации. Немножечко гравитации. Как зареализовать здесь? У нас есть вектор положения нашего шарика. Есть вектор скорости, который мы прибавляем на каждой адресовке. Но чтобы добавить гравитацию, а гравитация – это ускорение, мы с вами добавим еще один вектор, который будет действовать на вектор скорости. То есть у нас будет ускорение менять скорость, а скорость будет менять положение. На векторной диаграмме добавится еще один вектор. То есть фактически, если мы изменим сначала скорость, потом мы изменим позицию. Но позиция будет считаться как вот такая вот сумма. На самом деле на картинке это выглядит страшно, я бы сам стал ругаться, что ничего не понятно. Но здесь все будет гораздо проще. Мы создаем еще один вектор – gravity. Он будет у нас постоянный. И размер у него будет по оси Х0, то есть ускорения по оси Х нету. Но мы потом его добавим. В гравитации нет ускорения вбок. У нас есть только ускорение вниз. Так как у нас ось У движется вниз, это ее положительное направление, то мы создаем… Давайте 0,5. Начнем с гравитации 0,5. То есть теперь у нас скорость, 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 скорость. Перед тем, как мы прибавим скорость к позиции, нам нужно прибавить к скорости ускорения. Вот так. И что это получится? Уже можно заметить, как шарик начинает двигаться по параболам. То есть гравитация на него действует, но отскоки от стен у нас не тратят энергии шарика, поэтому он продолжает двигаться. А, нет, смотрите, он опускается все ниже и ниже. Да, так в принципе и должно быть. Давайте теперь добавим уменьшение скорости при отскоках. Делается это очень просто. При любом отскоке мы будем вектор скорости, то есть вел, будем его, ну, получается, делить. Будем делить. Правильно, div? Да, divide. Будем делить на какое-то, на число больше единиц, но не слишком большое. А, либо умножать, либо умножать на меньше единиц. Вот, так будет проще. Ну, например, на 0,9. Наверное, мульт. Да, мульт. При каждом отскоке скорость наша будет немножечко уменьшаться. Ну-ка. Так, пересоздадим. Видимо, скорость слишком большая. Сейчас, знаете, как-то странно он летит. Где-то я накосячил. Сейчас, секунду. Так, вообще, мы сделали немножечко неправильно, потому что у нас при отскоке должна уменьшаться скорость не вся скорость вектора, а только его компоненты. то есть при отскоке по оси Х мы меняем только скорость по оси Х. Она уменьшается у нас. И при отскоке по оси У у нас меняется только скорость по оси У. Возможно, как-то будет получше. Да, мне кажется, выглядит более реалистично. Давайте заведем еще один слайдер. назовем его DEMP, например. То есть это энергия, которая тратится при ударе от нуля до единицы, естественно. Такое же по размеру. И будем, получая с него значение, давайте однократно получим его. Контроллер называется DEMP. И мы этот DEMP будем на него домножать вот здесь. и по умолчанию он будет равен единице, получается. А вот здесь, кстати, можно и поменьше сделать. А то слишком медленно и все, и печально. Опа! Утонули. Вот это было интересно. Так, позицию нужно переставить. То есть нам нужно слайдер вклинить за кнопку RESET. Как-то так. Вроде оно работает, шарик даже успокаивается и теряет скорость. Что бы у нас не происходило вот такого вот. Когда шарик начал проваливаться, нам придется ввести еще некоторые ограничения. А, даже не так. Нам придется разделить. Разделить нашу проверку на 4 проверки. Эта проверка будет вот так. Это будет за правую сторону. И тут то же самое. Первая за проверку на пробой верха и проверку за пробой низа тоже отдельно. Зачем мы так делаем? Мы с вами позицию будем не прибавлять к ней будем, а будем говорить, что она обнулилась. То есть не обнулилась, а стала равной радиусу. Вот так. А здесь получается наоборот. Вот так. Ну и то же самое получается для оси Y. Тогда шарик перестанет проваливаться и будет болтаться вдоль поверхности. Я на это надеюсь. Так, ну в общем-то все было понятно. У нас по умолчанию включается демпфирование отскока. Оно сразу 0, поэтому мы сразу прилипаем к стенке. То есть если я вот так сделаю, надо установить ему какое-то минимальное, то есть начальное значение. Set value. Да, просто set value. Надо поставить и все. Только не сюда, а вот сюда и поставить его как единичку. То есть отскок максимальный. Далее. Почему у нас происходит движение вот здесь без уменьшения скорости? Потому что мы скорость каждый раз с вами устанавливаем такую, какая у нас задана вот здесь. И каждый раз мы получается, даже пытаясь уменьшить скорость, мы в итоге просто поворачиваем вектор. Мы не уменьшаем модуль. Поэтому вот это нужно отсюда убрать. И получается мы не сможем менять скорость в процессе симуляции. и сможем только создать ее новую вот здесь. А, нормализацию тоже мы отсюда убираем. Получается по кнопке reset мы будем пересоздавать скорость и в процессе уже движения мы менять ее не сможем. Ну, в принципе, это и логично. А вот это уже похоже. Вот это вот, да. Проблема со странной параболой была как раз из-за того, что мы поворачивали вектор. А вот здесь все выглядит уже как прям физичненько. Так, давайте попробуем скорость поднять. А, ну это у нас начальная скорость. Можно ее, наверное, не трогать. Давайте будем плавненько увеличивать. То есть уменьшать, получается. Ну, увеличивать сопротивление при отскоке. И уже получили с вами физическое движение шариков в поле тяжести, скорость отскока которого при отскоке уменьшается. То есть мы тратим энергию на отскок. Отлично, поздравляю. Мне кажется, кстати, что компоненту не стоит отдельно умножать. Лучше весь вектор уменьшать. Так будет более правильно. Над этим надо подумать вообще, непонятно. Но лучше мы будем уменьшать весь вектор, потому что если тело ударяется в стену, наверное, на обе компоненты скорости повлияет этот удар. Сейчас заодно протестируем протестируем и посмотрим. Так, ну-ка нам создай как-нибудь. Начинаем замедляться. Ну да. Вполне. Вполне хорошо выглядит. Мне нравится. Не знаю, как вам. Прямо то, что нужно. Так, что мы можем ввести дальше? Что такого интересного можно ввести дальше? Можно представить, что у нас дует вентилятор где-нибудь вот здесь. и он сдувает. Сдувает наш шарик вбок. Да, вообще по-хорошему сделать бы, конечно, сопротивление воздуха добавить, чтобы шарик сам по себе замедлялся. Да, давайте так и сделаем сначала. Кнопку reset я перенесу вниз, куда-нибудь пониже, потому что надо будет добавить несколько слайдеров еще для настроек. Угу. Сопротивление воздуха назовем его drag. Тащить. Вроде так оно у них называется. Position пониже будет. Будем менять коэффициент тоже от нуля до единицы, как это обычно делается. Сначала коэффициент будет 1. Нет, сначала коэффициент будет 0. А движение с сопротивлением воздуху оно обычно делается через квадрат к скорости. Значит, на наш шарик с вами что на него действует? На него действует ускорение свободного падения, которое направлено всегда вниз. Всегда вниз. Это у нас вот этот векторочек, где он гравити, который направлен всегда вниз. У нас шарик движется с какой-то скоростью, получается, и мы хотим, чтобы на него действовало еще и ускорение. Ускорение будет действовать против скорости. Например, шарик у нас летит сюда, то сопротивление воздуха действует соосно, но в другую сторону. То есть это у нас скорость, это у нас drag. Вот так. И сила сопротивления воздуха обычно берется как скорость в квадрате, умноженная на какой-то коэффициент. Ну, какой-то коэффициент ρ. Суть именно в квадрате, то есть чем быстрее мы движемся, тем сильнее действует сопротивление воздуха. Давайте попробуем это реализовать. Как это будет? Так, нам придется создать с вами новый вектор, который будет называться drag. Да, мы создадим новый вектор. Сначала примем, что он нулевой, но потом нам придется его создавать при помощи set. Да, можно просто добавить новые значения. Так мы и сделаем. На каждом шаге отрисовки мы будем смотреть, какая у нас сейчас скорость. Будем наш вектор, будем его пересоздавать. А, мы можем просто копировать его, интересно, нет? Давайте посмотрим. Да, мы можем сделать копии. Копии от вектора скорости. Это работает не так. Придется нам посмотреть документацию. Скорее всего, нужно присвоить через... Присвоить... Да, просто присвоить копию. Это было бы логично. Значит, drag равна vel copy. Вот так. Мы его копировали. Теперь мы его должны умножить. Умножить еще раз на скорость, потому что мы берем квадрат. Mult. Mult. Еще раз умножить на vel. А, ну мы можем, в принципе, его умножить на величину вектора. То есть взять через... Через mag. Magnitude. Взять просто через mag. Вот так. И теперь мы из вектора скорости мы можем просто вычесть из него drag. Но если мы так сделаем, у нас с вами получается из скорости вычтется ее квадрат. То есть нам нужно это дело умножить на коэффициент. Мы это можем сделать вот тут. Коэффициент. Коэффициент. Вот так мы его возьмем. Не будем переменной создавать. Не хочу. То есть мы берем drag. Получается, мы скопировали. Умножили еще раз. Вызвели в квадрат. И домножили на коэффициент. То есть вот это мы реализовали. Посмотрим. А, ну пока он нулевой. Все нормально. О-о-о. Кто там стучится? Значит, нужно коэффициент сильно уменьшить. Значит, его range. Давайте мы до 0,1 что ли сделать. Или еще, наверное, меньше. До 0,05. Сейчас я не знаю, какие пока границы. Так, как-то он лихо тормозить начинает. Кстати, отскок у нас сейчас стоит максимальный. То есть мы отскакиваем без потери скорости. Да, drag работает. Смотрите, нормально все. Пум, пум. И сразу остановился. Значит, можно еще меньше делать. Сейчас мы скачем без потери скорости. Не, на самом деле потери есть за счет погрешности в интегрировании. Когда-нибудь об этом, может, поговорим, но не сегодня. Увеличиваю постепенно сопротивление воздуха. И шарик начинает тормозиться. Да, ощутимо тормозится. Пум, пум, пум. И все. Можно даже отскоки не добавлять. Прикольно. А теперь, теперь давайте добавим все-таки, как я говорил, пусть как будто вентилятор дует сбоку. Но мы не будем учитывать движение в поле ветра от вентилятора. Мы просто добавим скорость. Не хочу я с этим вектором возиться. Просто добавим еще один. Еще один слайдерочек. Так, шаг 25, значит 85. Назовем его вент. И он будет добавлять нам, наверное, прямо сразу скорость. От нуля до единицы поставлю. Как это будет работать? Мы будем просто к скорости. Еще одна сила, направленная только в одну сторону. К скорости будет добавлять компонент к компоненту. Как бы ее сделать? Нам придется создать, наверное, либо создавать новый вектор. Делать его единичным и домножать. А, ну мы гравитацию-то создавали. Давайте здесь создадим. Могу я также создать? Могу. Значит, вент, вентилятор будет у нас. По оси Х он не действует. По оси У действует. То есть что-то смещающее вбок. Вентилятор. И силу вентилятора мы должны менять. Получается так же, как... Так как функции обработчики мы не можем дергать за эти штуки. Почему-то программа ругается. Будем вент создавать, наверное, как новый, а потом его домножать. Так, наверное, будет проще. Да, давайте просто будем делать его как сет. А потом домножать на то, что у нас идет из контроллера. И все. То есть еще раз вент мульт. Домножаем тупо. Get слайдер. На-на-на. Домножаем на... Опять же на вент. Надеюсь, не будет он ругаться на одинаковое название. Хотя это строки. Наверное, не будет. О, как сдувает. Смотрите. Ну, за счет того, что у нас отскакивание... Ох, красота. О, вообще. За счет того, что у нас отскоки идеальные, без потери энергии. Мы так можем скакать очень долго. Забавно. Так, вообще, мне не нравится, что мы не видим подписи. Они на самом деле тут есть, но они белого цвета. Как бы нам цвет подписи поменять? Давайте посмотрим, что нам предлагает пример со слайдерами. Мы можем внести название прямо в слайдер. Вот так. Сет пэддинг. Ну-ка. Минус 50. Что получится? Вот. То, что надо. Безо всяких черных шрифтов. Прямо так мы сделаем и все. Красиво будет. Отлично. Замечательно. Здорово. Осталось все вот это добавить ко всем слайдерам. Будет красиво. Кстати, можем мы вот так вот к нему... Нет, скорее всего не можем. Ну-ка. Или можем. Да, можем прям внести это... Внести это в инициализацию. И так будет более красиво. Даже не нужно будет менять ничего. Просто ко всем одинаково и внесу. Замечательно. Вообще здорово. Так, продолжаем играться. Можем сдувать. Если мы начнем тормозиться от воздуха, что у нас будет? По сути, он в какой-то момент должен просто прижаться к стенке и все. Потому что даже если отскоки идеальны, все равно да. Вот он в уголочек забился и все. Физика страшная сила вообще. Так, ну я думаю здесь мы наигрались. Давайте добавим что-нибудь. Давайте добавим воду в половину. Чтобы у нас была сила Архимеда и все такое. Вот. Отлично, отлично. Это прям очень интересно будет. Будем добавлять жидкость с плотностью. Добавим ее на одну треть. Значит, нам нужно будет сначала нарисовать жидкость. То есть это будет rect. Где у меня fill? Fill для шарика будет здесь. А fill для rect. И он будет, он будет синенький, но полупрозрачный. То есть даже... А, у нас же есть замечательный color picker. Мы просто возьмем какой-нибудь цвет такой красивенький. И все. И rect мы с вами рисуем. Получается от 3, 3, 3 по высоте разделить на 3. Неправильно. Сначала 0 по х, 3 по высоте, а затем размер. Размер по горизонтали это ширина. А по вертикали это... Вот эта точка это 2 трети. Это не 3. То есть умножить на 2 разделить на 3. А вот тут уже треть. Размер треть, а позиция 2 трети. Вот. Магия. Все работает. Я отключу обводку. Не нужна она. Мне нужна водная гладь. Ага. Теперь нам нужно будет... Ой, сейчас будет интересно. Нам нужно ввести вот эту позицию. Вот эту позицию от воды. Но она у нас равна высота на треть. А 2 трети. То есть... Давайте мы это сделаем прямо тут. Но перед вот этим. Если у нас... Если позиция по оси Y больше, чем 2 трети. То есть если мы уже в воде. Если мы уже в воде. На нас начинают действовать всякие силы. Замечательно. Какие силы? Во-первых, это сопротивление воды. Которое будет нам тормозить вектор нашей скорости очень сильно. Крутилку пока добавлять не буду. Давайте прям так попробуем. Так. Значит нам нужно добавить сопротивление в воде. Мы это делаем точно так же, как у нас сопротивление воздуха. Текущую скорость можем просто на какой-то коэффициент доделить. И все. И все. Прямо. И все. Умножим на 0.8. То есть как только попадает шарик в воду. Как только он движется внутри воды. И его скорость сразу резко уменьшается. О! Ну все красиво. Бульк. Бульк. Сопротивление воды настолько большое, что он сразу останавливается. Но продолжает движение под действием силы тяжести. Вот. Вот что у нас получается. Так. Раз нас силы Архимеда. Можно еще размер менять, конечно, будет. Ой, это так интересно. Сейчас, секунду. Давайте мы введем все-таки слайдер на сопротивление воды. Именно сопротивление. Назовем его Water. Располагаться он будет еще плюс 25. У меня очень плохо со счетом устным. Да, нормально. Но кнопку резит. Придется нам подвинуть. А! Мы можем ее сделать. Можем ее сделать вот здесь. Чтобы каждый раз не двигать. А что мы добавили? Так, минуточку. От 0 до 1. По умолчанию 0. Нет. По умолчанию должно быть 1. По умолчанию 1, потому что мы домножаем. Оп. И домножаем на... А знаете, мы можем, наверное, сделать... Вот эта ведь строка. Мы можем сделать себе отдельную функцию для получения всего этого дела. Назовем ее Float. Get Slider. Попробуем. Стринг. Если это не стринг, я тогда не знаю. И будем реторнить всю вот эту конструкцию. Потому что мне не нравится, как она выглядит. Она такая громоздкая. Неприятно. Сработает? Сработает. Отлично. Мы еще просто будем брать Get Slider. То есть, если оно работает, то оно работает. Оно работает. То есть, можно теперь все вот эти заменить. Да, запминать, кто будет работать с интерфейсом, со слайдерами. Это удобное решение. Чтобы все вот это каждый раз не писать, когда у тебя больше одного слайдера, ты не опрашиваешь их в обработчике, а делаешь это прямо вот здесь. Все отлично. Все работает. Бульк. И утонули. Шикарно. Кстати, по-хорошему в этой формуле есть еще площадь поперечного сечения. То есть, размер шарика. Давайте введем еще размер шарика. Раз уж развлекаться, то надо по полной. Кстати, можно сделать функцию, чтобы она добавляла вот эти слайдеры. Это надоело мне каждый раз все это писать. Offset по умолчанию равен 10. Будем его инкрементить. И пусть оно само, короче, за меня работает. И я тут программист. Я хочу, чтобы программа работала сама. Будем добавлять STR и offset. Прибавлять по 25, мы договорились вроде бы. Этот offset у нас вот здесь. Все. Теперь все вот это мы сейчас заменим. Это все удаляется. Ресит остается. А, так делать было нельзя. У нас же разные настройки везде. Начальное значение. Init. И передадим еще разочек все это дело. Так, вот это я тогда оттащу вниз, где у нас вспомогательные функции. Давайте их отделим, чтобы они не мешали. Вот так. Отлично. Все. Теперь у нас с вами красивый, коротенький код, который инициализирует кучу слайдеров. К этому и нужно стремиться. Так, размер, 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 размер. Размер мы получаем как 2 умножить... Ага, теперь у нас будет разный везде радиус. Но это не страшно, потому что мы можем сделать float radius get slider под названием size. И нам не придется переписывать опять весь код. Ой, ты какой ля пуля. Прыг, прыг. А что у нас size до единицы-то меняется? До 50 должен. Эй. Я где-то ошибся, наверное. Min max, да. Range min. Max и init. Во. Я считаю, это успех. Да, теперь осталось... Ой, сейчас математика пойдет. Так, теперь нам нужно добавить в нашу... В нашу вот эту... Радиус будем рассчитывать пораньше. Давайте в самом начале. Она нам пригодится для всех расчетов. Нам нужно узнать площадь. Площадь перечного сечения. Ну, она пропорциональна квадрату, поэтому можно... Можно просто на радиус в квадрате умножить, я думаю, и все. То есть чем больше радиус, тем больше будет drag. Поменьше сделать его. Сразу давайте разделим на 100, чтобы не так оно было больно. Это мы работали с drag, правильно? Drag. Значит, смотрим, как у нас влияет размер шарика. Угу. Задемпфировался. А если я размер увеличу? О, прекрасно. То есть большой шарик сразу начинает тормозиться об воздух. Так, вода у нас выключена. Выключена. Но тут, знаете, шарик как будто в кисель упал. Не похоже это на воду. Надо, наверное, поменьше сделать. В 100 раз, например. Почему нет? Так, где, 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 где? Вводим drag. На маленький шарик он не действует. На большой действует. Вот. Отлично. Это сопротивление воздуха, напомню. Еще бы нам сделать так, чтобы это было пропорционально. А, ну мы прямо вот так вот возьмем. И где наш вентилятор? Вот наш вентилятор. Умножим на вентилятор и тоже на вот эту. Это для того, чтобы у нас вентилятор действовал сильно, сильнее действовал на большой шарик. То есть если я увеличу размер, площадь увеличивается и на шарик сильнее действует поток воздуха. Это логично. Если я уменьшу размер, шарик не так сильно сдувает. Вот. Добавили еще немножечко физики. Так, знаете, я подумал, мне все это не нравится. Давайте мы сделаем все по новой. И сделаем это более физично. Потому что у нас будет сила Архимеда там. Поэтому давайте мы распишем сейчас опять все, что у нас действует на тело, как на урок физики. И красивенько все это реализуем. Чтобы было несколько ускорений, и они потом складывались в одно и однократно вычитались из скорости. Вот. Так будет более логично. Значит, у нас есть сила тяжести, сила вентилятора, вектор скорости. Давайте другим цветом его отметим. Допустим, скорость у нас направлена куда-нибудь, неважно в какую сторону. Она не зависит у нас от наших сил. Потому что скорость отдельно. Это скорость, текущая скорость в системе. Значит, противоположной этой скорости у нас направлен вектор силы от воздуха. Дрэк. Туда же от скорости у нас направлен вектор сопротивления в воде. Потому что если мы движемся по воде, у нас... А, мы можем сделать, чтобы у нас просто коэффициент менялся. Это одна и та же сила, она действует против. Хорошо. И еще у нас будет действовать сила Архимеда, которая будет направлена вверх. Сила Архимеда. Значит, сила тяжести. Тут у нас просто мы говорим, что это пропорционально ускорению. То есть масса у нас не учитывается. Хотя масса у нас... Да, масса у нас тоже будет. Она зависит от радиуса. То есть будем считать, что масса это радиус. Не будем париться. Вентилятор. Она будет пропорциональна квадрату радиуса, умноженного на какой-то коэффициент вент. Сила Архимеда. Это у нас какая-то плотность на G на объем. Но так как у нас нет ни того, ни другого, ни третьего... Так, что-то Ctrl-Z-то не работает. Дайте мне ластик. Примерно пропорционально радиусу в кубе. А, ну и какой-то коэффициент воды. Плотность. Как мы ее назовем? Денсити. Это есть. Это есть. Это есть. Это что у нас? Это у нас пропорционально, так же как и это, радиусу в квадрате, умноженному на коэффициент воды. А здесь все то же самое, но умножается на коэффициент дрэга. И все. Вот и получается вся наша физика уместилась вот так. Наверное, даже все я это уберу. Гравити, да, тоже все это уберу. Гравити, вент. Все, и мы это уберем. Вектор скорости ускорения пусть останется. Да, они у нас должны быть постоянные, глобальные. А остальные уже не важно. Поехали. Значит, мы с вами получили радиус. Сначала мы должны создать какое-то одно ускорение базовое. Пи-вектор, аксель. Будем действовать сложением. Сначала мы сложим к нему... А, почему сложение? Можем сделать сет. Сначала у нас будет гравитация. Сначала гравитация. Кстати, гравитацию мы хотим менять слайдером или нет? Давайте будем менять гравитацию. Кстати, мы теперь можем менять порядок. Да, мы можем менять порядок, потому что у нас все слайдеры создаются автоматически. Это здорово. Гравитация действует по оси Y. По оси X у нас 0. Потому что это гравитация. А, демпа нет. Вот так вот грязно сделаем. Ничего не случится страшного. Все, в условиях нулевой гравитации мы летаем. Добавляем гравитацию. И ничего не происходит, потому что у нас скорость никак не меняется. Да. Логично, логично. Значит, мы сейчас добавили гравитацию. Мне нужна картиночка наша. Так, гравитацию добавили. Против гравитации у нас действует сила Архимеда. И сила Архимеда будет зависеть от того, где сейчас находится наш шарик. То есть он находится в воздухе или в воде. Вот. Это важный вопрос. Мы зададим, наверное, вот так вот density. То есть в воздухе условной силы Архимеда у нас не будет. Как только мы попадаем в воду, у нас появляется плотность, которая будет равна... Нам нужно добавить сюда еще density. Вот так. Get SliderDense. Так, здесь у нас возрастает плотность. Теперь нам надо эту плотность прибавить. Мы можем просто взять... От Y прибавить. Плюс равно. Радиус у нас в кубе. Вот, по-тупому перемножу, не хочу ничего думать. Значит, радиус в кубе и пропорционально density. Velocity added acceleration. И вот теперь начнется магия. Начинаю увеличивать плотность. А, извиняюсь. Минус. У нас с вами ось Y направлена вниз, поэтому сила Архимеда будет направлена против оси. Вот. Добавляем density. И... Как его колбасит. Ну, это все из-за того, что радиус у нас в кубе. Радиус в кубе. То есть, смотри, что сейчас происходит. Сила Архимеда настолько большая, что шарик, как только касается воды, его выстреливает обратно вверх. В условиях нулевой гравитации, кстати, можно гравитацию увеличить. Тогда он будет отскакивать от поверхности воды. Вот так вот. То есть, нужно либо сильно уменьшать density, что у нас есть плотность. Ну да, проще, наверное, так и сделать. Так, где она тут? До 10. Ну еще бы. Там куб. Радиус в кубе. Это, конечно, сильно. О! Выныривает, смотрите. Он выныривает и выскакивает обратно. Так, хорошо. Значит, увеличим гравитацию. Достигнем сейчас какого-то, наверное... Не, он все еще отскакивает. Еще... Еще вот так. Но, так как он от радиуса, у нас будут большие проблемы, если мы радиус увеличим. Там же куб. Я думаю, стоит коэффициент еще уменьшить. Иначе будет все очень плохо. Так, сила Архимеда действует. Давайте уроним. Все, гравитация сделала свое дело грязное. Если мы ее отключим, мы полетим. Если вернем, то начнем прыгать. Да, логично. Посмотрим на битву гравитации против силы Архимеда. Поднимаем плотность воды. Скоро шарик должен начать всплывать. Не всплывает. Так, значит, надо объем увеличить. О! О! Работает! Единственное, да, у нас сейчас нет никаких сил сопротивления, поэтому выглядит все немножечко дерганно. Так, давайте начнем добавлять сопротивление. Знаешь, плотность. Плотность мы сделали. Еще должна быть еще одна величина, которая отвечает за сопротивление в воздухе и в воде. Давайте введем дрэг. Введем дрэг. Тоже по умолчанию он 0. Хм, а вот тут уже сложно. Нам придется создать новый вектор. Новый вектор ускорения. Соосный вектор у скорости единичный. Вот. Нам придется сделать так. Иначе я... Вот так мы его создадим. Сразу его нормализовываем. Normalize. Нормализовали. И теперь можем его начать домножать. Можем его начать домножать. Он у нас единичный и соосной скорости. А, нет. Велкопи. Можем ли мы взять с минусом? Не можем. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Мы можем его домножить на минус 1. Так будет проще. Домножить на минус 1 этот вектор. Все. Теперь он направлен вот сюда. Но он единичный. Теперь можем начать домножать его на силу сопротивления воздуху и воде. Логично. В воде у нас воздуха нет. Поэтому здесь дрэг будет один. А здесь другой. Тут у нас будет водяной дрэг. Так, как он называется? Как он называется? Мы просто назвали его water. А на воздухе, где мы его создали, он будет называться дрэг. Вот. И все. Кто не понял, мы создали коэффициент снижения скорости. По умолчанию он у нас равен заданному коэффициенту снижения скорости в воздухе. Но если мы находимся в воде, у нас с вами включается и плотность, и дрэг меняется на силу сопротивления воды. Вот. Мы можем просто домножить на радиус в квадрате. На минус. Минус коэффициент и радиус в квадрате. Вот. Все. Вот теперь более красиво, я считаю, получилось. Давайте попробуем. Значит, мы включаем сопротивление воздуху. Если я увеличу размер, должно начать тормозить. Что-то не тормозит. Кто-нибудь видит, чтобы оно тормозило? Я что-то не вижу. Ааа, мы не прибавили, мы не прибавили. Нам нужно к общему ускорению прибавить вектор вот этот sv. Через add. Вот. Теперь, если мы увеличим сопротивление воздуха, у нас, кстати, гравитация, напоминаю, отключена. Вроде бы начал тормозить. Да, ощутимо. Но если увеличить размер... Все, мы встали. А в воде... А в воде у нас отключено сейчас. Да, в воде у нас сейчас отключено, получается, сопротивление. Давайте его включим. А что это, утонулся сразу, дружачка? Угу. У нее должны быть такие же настройки, как здесь. Иначе слишком сильное сопротивление, и все ломается. Вот. Получается... Вот у нас гарнис раздела. Давайте скорость побольше сделаем. Вот он скачет. Значит, если мы увеличиваем у воды скорость сопротивления, она должна быть меньше, чем у воздуха. Это логично. Если мы поднимем ее размер... Так, ну ты не останавливайся. Ты давай летай. В воде он тормозится больше, чем в воздухе. Вот. Добавим гравитацию. А маленький шарик должен скакать, сильно не тормозяйся. Ну да, так и происходит. А большой шарик сразу затормозится в воде. Хорошо. Работает. Так. Дальше, дальше, дальше. Что у нас? А, у нас осталось... Вентилятор и сила Архимеда. Давайте вентилятор уберем. Как-то он меня не вдохновляет. Вентилятор уберем. Неинтересная эта игра. Интереснее силы Архимеда добавить. Все просто. Мы по оси, получается, Y вычтем, потому что сила Архимеда действует против оси. Куб радиуса, умноженный на значение слайдера, которое называется DENSE. Вот здесь. Ага. DENSE мы ввели вот здесь. Да, что-то я протупил. У нас с вами на воздухе DENSE равен нулю, а в воде DENSE равен показанию слайдера. Вот. Вот теперь вроде бы мы все учли. Все учли. Давайте запустим. И начнем играться. Наша физическая песочница готова. Так, я сохранюсь еще раз. Так, поехали. Значит, с чего начнем? Увеличим размерчик. Включим гравитацию. Отскок. Добавим отскок. Вот так, например. Ага. Начинаем вводить плотность. Шарик начинает всплывать. Но так как у нас отключена сейчас сила сопротивления в воде, все это может длиться вечно. Но не вечно, потому что мы стукаемся об стенки, где у нас DENSE уменьшает скорость. Давайте введем скорость сопротивления в воде. И в конце концов шарик всплывет. И остановится. Ну, или не остановится, будет болтаться большей скоростью вот здесь. Даже не знаю, что хуже. Но посмотрим. А. Ну да, кстати, его колбасит. Потому что интегрирование все-таки не очень точное у нас происходит. Давайте уменьшим размер, и он должен утонуть. Оп. Можем ли мы сделать так, чтобы у него была нулевая плавучесть, чтобы он завис? Да, можем. Смотрите, чисто меняя размер, мы можем всплывать и тонуть. Как подводная лодка прям. Отлично. Если мы резко уменьшим размер, он, наверное, выстрелится. А, увеличим, увеличим, увеличим. Пау! Да. Работает. Так. Вообще, нужно сделать, наверное, переключалку. Потому что я, вот эту программку я выложил на гитхаб, в открытый доступ. Кто захочет поиграться. Давайте добавим свитч. Давайте добавим свитч. Тагл. Во. Вот такую штучку мы сейчас добавим. Так, это, наверное, нижний свитч. Я думаю, добавим его под кнопкой, чтобы он слайдером не мешал. И он нам должен теперь переключать водичку. Как мы это сделаем? Так, это нам уже не нужно. Это мы уже все переписали заново. Значит, водичка. Где водичка? Если. Если. Так, введем водичку. Существует ли вода? Она будет у нас равна. Если. На-на-на. Слайдер. Только toggle. Если toggle. Тоггл. И как мы можем к тогглу обратиться? Давайте сразу посмотрим. А, вот. Get стоит. Все. Если toggle. Get стоит. Чем возвращает? Булин возвращает. Хорошо. Если вода есть. И. Если мы в воде. А теперь еще один if. Если вода существует. Мы ее нарисуем. Вода. Оп. Красиво. Красиво. Я считаю. Так. Давайте настроим что-нибудь. Спротивление в воде. Чтоб было. Гравитация. Чтоб было. Так. Ага. Без воды вот так. С водой вот так. Мне кажется получилось отлично. Вообще. Великолепно. Так. Ну что ж. На этом наверное заканчивать надо. Уже ничего мы сюда интересного не добавим. Ну и что мы с вами сделали. Мы рассмотрели движение шарика. В таком выдуманном физическом мире. Где на него действуют. Выбранные нами силы. Это сила сопротивления воздуха. Воды. Сила тяжести. Сила Архимеда. Которая действует только в воздухе. Так. Это мы решили убрать. Мы с вами все это дело расписали векторами. И с помощью векторов. Реализовали в коде. Проинтегрировали уравнение движения. Ну это сильно сказано. На самом деле мы просто сложили вектора. Ускорений в один вектор. Получили вектор ускорений. Вектор ускорения прибавили к вектору скорости. Получили новую скорость. И вектор скорости прибавили к вектору положения. Получили новое положение. Таким образом мы просто интегрируем с шагом. Сколько я там поставил? То есть мы интегрируем с шагом почти 1 десятая секунды. Можно FPS поднять до 200. То есть будем интегрировать 200 раз в секунду. Возможно все это будет более плавно. я не знаю, ну, для вас она будет отображаться так же, я тоже скорее всего это у меня на мониторе 60 Гц увижу это так же, и считаться она будет более правильно и более плавно, особенно на больших скоростях и все у нас получилось, получилась вот такая физическая модель, где у нас скачет с вами шарик можно всем этим делом управлять прошивочку, уй, прошивочку программу я залю на GitHub на GitHub, ссылочку оставили в описании кто хочет поиграться, можете поиграться спасибо всем, кто досмотрел до конца надеюсь вам было интересно потому что лично мне было интересно и я отлично провел время увидимся в новых роках на канале Заметки Ардунщика